По голове машет и говорит «А, пойду лохматый». Ну пойду лохматый, чё делать? Чё делать-то? Махну рукой-то пойду. Ничего, никогда, ни в какой ситуации ничего не пропало. В любой момент можно всё исправить. Осознать и исправиться. Не надо рвать мне с него волосы, надо просто причесаться ещё. Пойду лохматый и всё. Какая разница? Ну и что, что один остался? Мимо рамки прошёл? Мимо рамки прошёл, да. Не надо бегать на второй этаж, остановись. За грант тебя спас. Надо было зарядить, дело пополнить. На кого оформили? Ну тебя или на персону? Олицетворять с кем-то? Налепить на себя маску? Обезличил буквально. Снял лицо вот это в виде маски. Надо так ответить, чтобы и сказал, и не нагрубил, не нахамил, никого не оскорбил и свои интересы отстоял. То так и говори. Затрудняйся ответить. Сам по себе ты не самостоятельный. Ты не способен сам себя отстоять. То есть ты не самодержавец, не суверен. Наоборот, надо, чтобы все услышали, знали и видели. Им лишние свидетели не нужны. По факту я в их защите не нуждаюсь. Они мне нужны здесь, только как слушатели, очевидцы и свидетели. А у них уже статус защитника, а не сторона по делу. Коронакризис на дворе, ты чё, не в курсе? Удаление в комнату и всё такое. Вы мне там нужны, просто как свидетели. Молчать, слушать, наблюдать. Всё. Да что ты гадаешь, если вдруг, наверное, туда-сюда бегает куда-то. Увидел его, подойди да поговори с ним. В чём проблема-то? Ты сам с ней стену выстроил, ты сам себя ограничивал. Подковывайся. Сам себя подковывай. Если у тебя есть, конечно, копыта для подковки. Ты понимаешь, что ты сказал? Ну, ты мало того, что имитировал новую ценную бумагу, так ты ещё и признал себя недееспособным. А я, наоборот, сказал, нет, я хочу. Давайте. Ну, вот захотел я-то. Они мне выдали. Ты хоть слово, подпись зачеркнул? Нет, ничего не зачеркнул. Один раз потерял себя. Так вот, найди себя сам обратно. Антон, привет. Александр беспокоит. Есть минут десять. Слушаю. Хочу поделиться опытом своим и вот твоего совета выслушать твои оценки. Может быть, подскажешь, как ты видишь. Вчера ходил в судилище, вооружился, значит, твоим пакетом документов, под себя их переделал немного. В чем? Я загружаю, значит, 13 ходатайств у меня было, волеизъявлений. Я их в канцелярию загружаю. И в последний момент я решил, что вот эти самые мощные, там, где, значит, я требую у судей подтвердить полномочия, и отводы, замечания там на действии судей, я их почему-то на конец поставил. То есть я всю партию уже загрузил, там полчаса стоял, и остались вот они. И тут звонок из суда, ваше дело переносится на пятницу. И я такой, дайте-ка обратно. А я уже туда отправил, то есть она штампует, требую предъявить полномочия суди, там 19 документов, дайте-ка обратно. В общем, я решил, вдруг человек хороший, а я ему не оставил совсем никаких путей для отступления. Короче, вот, как ты думаешь, случайно это так состало? Причем я уже подготовился к скандалу, там я там Красной Пастой подписывался, и Пастартана не спросила, когда я прочитала заголовок, то есть ни ухмылок, там, ни улыбок, ничего, все так приняла, потому что там бывало, время проставила. Я именно до заседания пришел. Она в это время звонила куда-нибудь? Она нет, но может быть кто-то рядом звонил. Нет, нет, ей кто-то звонил, но она сама вроде нет. А входил ты этих приставов, как проходил? Я мягкую тактику избрал, значит, я зашел, говорю, слушай, там, слаб здоровьем, давай там ручной досмотр как-нибудь. По поводу маски, он ко мне докопался, я говорю, ну, если вообще никак, то только под принуждением и против своей воли я прохожу. Я нацепил балаклаву, там, ну, типа шарфика, пропустил и тут же снял ее, как бы он не стал, знаете, идти разбираться. То есть в суде я ходил, как бы, ну, просто так. Мимо рамки прошел? Мимо рамки прошел, да, то есть он ручным сканером меня досмотрел, все там, я ему все, все внутренности, значит, портфеля показал своего, все ключики, очень мягко я его так обошел и паспорта мне не спросила в канцелярии женщина. Вот этому я очень сильно удивился. Она только сказала, нужно подписать. Я взял красную ручку и написал, значит, от человека живого мужчины, Александра. Единственное, я косичнул, я где-то с большой буквы, а где-то с маленькой писал. Вот думаю, как они отреагируют на это. Значит, потом пошел наверх. Стой. Остановись. Я тебе вопрос задал. Ты прошел мимо рамки, ты мне начал рассказывать всю свою жизнь. Надо было ответить. Прошел мимо рамки. Все, остановись. Я сам спрошу, чем мне нужно знать. Зачем ты мне рассказываешь всю свою жизнь? Пардон. Давай, входи в режим диалога. Вопрос-ответ. Короткий вопрос, короткий ответ. Не надо мне рассказывать. Прости, слушаю. Какой документ показывал? Требовали показывать документ? Листовый. Значит, приставы лишь потребовали, когда я поднялся за повесткой на следующее заседание. Я зашел к секретарю. Она говорит, хочу ознакомиться с материалами и делами. Она говорит, пишет заявление и показывает паспорт. Подожди. Подожди. Опять ты побежал куда-то к секретарю. Остановись на входе. Нет, приставы к ней прибежали туда, наверх. Да подожди. Меня не интересует, что там наверху происходило. Я тебя спрашиваю, что внизу происходило на входе при приставах? Внизу он спросил, есть с собой паспорт? Я сказал, есть. Вот так было дело. Доставал мне? Ну, я его не предъявлял. Нет. Не доставал. Не надо бегать на второй этаж, остановись. Я тебе еще раз говорю. Ну, то есть, это важный момент, что я его не доставал? Конечно, важный. Я тебе уже третий раз говорю, не убегай вперед. Не надо мне всю свою жизнь рассказывать. Так. Ты прошел приставов, получается, не предъявив документ. Так? Да. Так. Дальше ты куда? В канцелярию пошел? Да, в канцелярию. Десять минут до окончания обеда я подождал чуть-чуть. Она пришла и все, начал загружать ей пакет. Заседание на какое время было назначено? На 15.30. То есть, после обеда? Да. Так. И что? И кто там дальше? Куда? Ты вообще во время нахождения в здании это показывал кому-либо документ? Показывал секретарю. Загран. Так ты по заграну, получается? А этот паспорт РФ вообще показывал кому-нибудь? РФ нет. Вообще с собой не брал. Загран брал. Отлично. Загран тебя спас. Так. И что дальше? Ты подал документы, тебе позвонили. Ты что, их вернул обратно? Нет. Я те, которые подал, уже оставил. А значит, отводы забрал и требования убедиться, полномочия к суде забрал. Я их хочу в пятницу на следующее заседание подать до заседания так же. И дальше я пошел к ней за поведкой. Стой, стой. Стой, зря. Надо было сразу подать. Надо было зарядить дело по полной. А потом уже, как говорится, на самом заседании просто говорить, что мне стало известно, что было подано навалить заявление. Я хочу, чтобы по нему было принято решение. Все. У меня просто мощная защита по РФ законодательству, основанная на том, что нет пострадавшего. Что за дело? 20.6.1 Меня оформили в магазине, увезли за задержанием с административным арестом. оставили в отделение и там оформили протокол. На кого оформили? На тебя или на персону? На персону. Ну, почему, почему говоришь, тебя оформили? Ну, на тот момент я был вообще далек от этой темы. Я, в принципе, только уже в процессе подготовки к суду мне попались вот эти вот видео твои, информация. То есть, на тот момент я не олицетворял себя там живым. Наоборот, не надо олицетворять себя с кем-то. Олицетворять с кем-то это налепить на себя маску. Лицо, разнозначные слова. Да, не так выразился. Наоборот, ростождествил себя и персону. То есть, буквально снял эту маску на себя. Обезличил буквально. Снял лицо вот это в виде маски. Так, и что? В чем вопрос дальше? Я давлю в первом ходатайстве в этом, в мощном. Короче, взял за основу прецедент, который там в Краснодаре или в Красноярске, не помню, женщина. Подожди, ты взял ходатайство, говоришь, что волеизъявления. Так что ты там подал-то? Волеизъявления. Почему ходатайство, говоришь? А потому что с языка еще не сошло. Там же в скобочках у меня ходатайство тире воле тфу, тире требования. Это же везде. не везде. Там последние документы, когда первый документ, первые бумаги были, когда я еще не соображал, что такое ходатайство требования. Поэтому я дошел, что такое требование. А когда до меня дошло, что такое требование, я его в последнем документе заключил. И плюс добавил именно слова, которые проявляют волю. Я хочу, чтобы было. Поэтому ориентируйся на самую последнюю бумагу. У меня постоянно был вопрос без оборота на собственность. Но я так понимаю, без оборота на себя нужно писать. Да. Или это равносильно? Нет. Это означает разные вещи. Ну, значит, можно посыпаться, если мне начнет судья задавать вопрос в кавычках судья. Чего можно? Ну, посыпаться, поплыть. То есть, я, если не разобрался окончательно, что это означает без оборота на себя, на собственность. Ты поплывешь только в одном случае. Если ты не понимаешь, что это такое, и начнешь пояснять, не понимая, что это такое. Соответственно, как надо отвечать на вопросы, на которые у тебя нет ответа? В молчании. В молчании это не проявление своей воли. не хочу пояснять. Запомни. Не хочу пояснять, это может восприняться как загрубость. Агрессия, Ну, и такой не хочу, как пришел. А что пришел тогда, если ничего не хочешь? Короче, нельзя вдаваться в крайности, молчать нельзя, и скандалить тоже. Надо так ответить, и сказал, и не нагрубил, не нахамил, никого не оскорбил, и свои интересы отставил. Ясно? Так вот, если тебе задают вопрос, на который ты не знаешь ответ, то так и говори. Затрудняйся ответить. Логично. Может, мне защитник помогал составить документы. Не говори так никогда. Нет, это мысли просто, мысли. Ты даже если мыслишь, во-первых, ты это сказал уже, озвучил, во-вторых, чтобы прежде, чем это сказать, ты так подумал. Я вот тебе говорю, даже не думай так, потому что рано или поздно это у тебя все твои мысли, что ты думаешь, они вылезут через слова. А если ты так скажешь в этом черной мантии так, то отсюда будет следовать вывод, что ты обратился к защитнику, то есть сам по себе ты не самостоятельен, ты не способен сам себя отстоять, то есть ты не самодержавец, не суверен. Ясно? Это ясно, тогда вопрос лучше, чтобы вообще не было заседаний свидетелей и каких-то еще живых людей. Почему? Наоборот, надо, чтобы все слышали, знали и видели. Я прошу всех всегда приходите, слушайте, будьте очевидцами, слушателями того, что происходит. А они наоборот, они сейчас вот этот режим ввели, при котором они слушатели исключили из дела вообще, то есть никто не может прийти и послушать. Им лишние свидетели не нужны. А защитника можно как защитника, а не как слушателя? Можно. Можно, да? Да. Тогда что же я, получается, себя не могу защитить сам, что ли? Если защитника пригласишь? Да. Так тут тоже нет проблемы. Если ты хочешь, чтобы человек присутствовал, но при этом отстоять свою дееспособность, так сказать, быть самостоятельным, то тут тоже нет проблемы. Ты приглашаешь 10 человек, подаешь волеизъявление, что я хочу, чтобы данные люди были защитниками данной персоны. и все. Если она удовлетворит там это, следующим этапом говоришь, что я в их защите не нуждаюсь по факту, раз уж вы их сделали защитниками, то по факту я в их защите не нуждаюсь. Они мне нужны здесь, только как слушатели, очевидцы и свидетели того, что здесь происходит. Все. Я прошу это, я хочу, чтобы они молчали и не вмешивались с делу, я могу самостоятельно сам себя защитить. Ну и к ней выперут из завара. А у них уже статус защитника, а не сторона по делу. То есть его нельзя применять, этот статус в процессе? Можно, только с твоей воли. Ну вот я допустим изменил статус на слушателя, он там чихнул и его попросили. Стоп, какой слушатель? Слушатели не допускают вообще. Коронакризис на дворе, ты что, не в курсе? Все понял, защитник, не уточняйте, какой просто защитник? Как только ты не удовлетворяешь воле заявления о вступлении в дело этого защитника твоего, все, он здесь, он имеет право находиться. Вы же, она может даже на словах сказать, но желательно, чтобы она письменно вынесла определение. Удаление в комнату и все такое. Вынеси письменное определение, все, у тебя в материал дела будет бумага, что данный человек имеет статус защитника, все, он может там находиться, он даже имеет право голоса, и ты уже определяешь, он защищает твою персону, и ты определяешь, как он вообще может участвовать изделие. Понял. Вот если ты им пояснишь, скажешь, что вы мне там нужны, просто как свидетели. Молчать, слушать, наблюдать, все, договорились, все, идешь. Не договорились, ну, ты мне там не нужен, я не хочу, чтобы ты за меня говорил. Так, еще вопрос можно? Мне не понравилось. Понял, понял, сам спросил, можно ли вопрос. Мне не понравилось, что, значит, я поднялся и спрашиваю у секретаря, в чем дело, почему вы не успеваете, или что там, она говорит, судья занят в другом процессе. Я думаю, как так может быть, что два процесса на одно время назначены. А сам судья бегает мимо меня из кабинета, там, то в коридор, то просто ходит, гуляет, там, ничем не занят. Я вот не понял этого момента, то есть, что это было. Ну, а что ты поймал бы его, сказал это? Что ты тут гуляешь, занят, нет? Когда освободишься? Что не поговорил с ним? а если уже перенесли? Да что ты гадаешь, если вдруг, наверное, туда-сюда бегает куда-то? Увидел его, подойди, да поговори с ним. В чем проблема-то? Я не подошел, потому что мы бы тогда познакомились, и я бы уже не смог сказать, судей, что я первый раз вижу там и так далее, на этом основывать свое недоверие. Ну, хотя там есть достаточно поводов недоверять. Это, подожди, ты что там себе нафантазировал, что если ты подойдешь к кому-то в коридоре, то ты с ним уже познакомишься? Ну, видимо, надумал, нафантазировал. ты сам стену выстроил, ты сам все ограничил. Ну, я тогда могу еще раз открыть и познакомиться с материалами дела и где-то его постараться выцепить, так говорить. Но уже смысла нет в моменту. он не будет с собой общаться. Надо очень, очень умело с ними общаться, чтобы они пошли на общение. А 99% они просто уходят и все, молча. Угу. Ну, недостаточно подкованных, конечно. Как вы, дефицит, подковывайся. Подковывайся. Сам себя подковывай. Если у тебя есть, конечно, копыта для подков. Так, отклоняется. Ты понимаешь, что ты сказал? Я понял, что я сказал. Да. Отмена. Да вон, Леонид рассказывал, говорит, что-то с участковым разговором участковый, говорит, я вижу, вы где-то юридически-то подкованы. Он говорит, где ты у меня увидел подковы? Ну-ну-ну-ну. Где ты увидел у меня копыта? Ты что, меня животным считаешь? Согласен. Смутил еще нюанс. Я написал заявление на ознакомление с телом от живого. А в повестке я обычную закорючку поставил, как в паспорте. То есть, мне повестку вручили на пятницу. Я подписался. Подписал. Повестку? Повестку. А зачем ты это подписал? Сам попросил. Дайте мне бумагу, что я должен прийти. Ты должен прийти? Ты хочешь сажал? Я не помню, как я сказал конкретно. Я сказал, я или хочу какую-то бумагу, или дайте мне бумагу какую-то. Ну, дали тебе. Ты там чего поставил? Как написал? Просто подписи все и отдал. То есть, одну себе взял, одну им оставил. С какой ручкой? По-моему, синий. Замечательно. Ты мало того, что имитировал новую ценную бумагу, так ты еще признался недееспособным. Все пропало? Нет, ничего не пропало. Ничего, никогда, ни в какой ситуации ничего не пропало. В любой момент можно все исправить. Осознать и справиться. И перевернуть ситуацию. Я над пользой. Не надо рвать из него волосы. Надо просто причесаться еще. Знаешь, да, этот анекдот про лысейшего мужчину. Не припомню. Но это показывать надо. Но это так на словах расскажу. Короче, этот лысейший мужчина подходит к зеркалу утром. короче, первый день. У него там четыре волоса осталось. Он такой, так, один вперед, другой назад, так, этот налево, этот направо. На следующий день у него три волоса осталось. Он говорит, так, этот вперед, этот налево, этот направо. На следующий день два волоса осталось. Он такой, так, этот вперед, а этот назад. На следующий день остался один волос. Так, вперед, не, лучше направо. Или налево, назад а потом рукой это по голове машет и горит а пойду лохматый я почему я клоню то или нет ну пойду лохматый что делать делать рукой-то пойду да он я тебе не правит не право не про то что он оптимизм не отчаялся он вышел из ситуации элегантно с юмором и как сказать с импровизацией пойду лохматый все какая разница куда он там лег ну и что что один остался пойду лохматый вот эту на будущее судебную повестку никогда не получай не не подписывайся для начала потому что я я то все могу уже позволить и любой документ это роспись поставить если ты заметил на первом заседании я наоборот мне сказали типа это секретарь сейчас я вам выдам эту повестку король елена петровна черной мать и заявила горит да не надо ему повестку не выдавайте а я наоборот сказал нет я хочу давайте и все и они мне выдали то я там расписался этот под принуждением под вашу ответственность мне нужна была бумага который бы это приставам показал бы но захотел я так хочу в следующий раз когда приду показать приставам что есть такая-то бумага все они мне выдали я расписался но я расписался насколько я помню красной ручкой под принуждением под вашу ответственность все это уже не ценная бумага у тебя там синий синий цвет это ты выставил как банкир то тысячи то есть ты имитировал это некую ценность они там сейчас не не чуть ниже поставит роспись тоже синюю пропишут там и ннн снился и короче взыскать и все и отправит в этот метров отвечать нужно я если тебе настаивают и хотят вручить повестку отвечаю говори так как эти вы присылайте почты все ничего не знаю не объявлен не обязаны не получать не расписываться ни в каких повестках она спросила придете я сказал приду на ошибался чего на ошибался говорю но она спросила придете я сказал приду да не на ошибался она на она на это на получал уроков вот если ты так не сделал ты бы сейчас от меня ничего подобного не услышал логично какие что исправить вот эту бумагу повестку но как ты думаешь они тебе выдадут они ногти и обратно что ли ну да думаю что нет но не ну можно конечно попова постараться вернуть их эту бумагу сказать это дайте мне эту повестку я хочу это по-другому расписаться но они вряд ли выдадут может написать воле заявления что ну это пустышка уже будет ну как отозвать роспись типа отзывая роспись на этом на такой-то повестке но они прием примут и все бумага то ушла уже им невыгодно тебе эту бумагу возвращать они скорее всего уже это в процессе и эмиссии запустили ничего страшного чуты чуты первый последний который расписался файл иди и ты даже вот смотри ты даже не расписался ты подпись поставил потому что там скорее всего это стоит этот прочерк а внизу в скобках или слева написано подпись ты хоть слова подписи зачеркнул нет ничего не зачеркнул но я растерялся в этот момент потому что видимо энергетически не подготовился вот смотри что означает слова растерялся приставка ся означает себя один раз потерял себя так вот найди себя сам обратно или не ясно о чем говорю ясно ясно думаю как найти и как исправить как то есть той исправлять ничего не надо исправлять это возвращаться в прошлое и ковыряться в прошлом и попытаться изменить прошлое прошлое не это конечно можно по это не знаю может и можно изменить прошлое но смысла в этом не вижу делай выводы и на будущее было это поступай по-другому вот и все мысли это вокруг этого просто обращаются 24 на 7 что я все перечеркнул все старания свои причем ну что вот вот переключая свои мысли не на прошлое на будущее не переживай что ты накосачил в прошлом переключить на радость что в будущем я так и больше не буду делать ясно я и на радость что я в будущем намного лучше все сделаю и на радость что я очень многому научился благодаря вот этим ошибкам люба антон люба но вопросов нет пока больше закончились на данный момент закончились мозги кипят ну я немножко облегчился как сказать душу то что я что-то подтвердил для себя что-то уяснил что-то пояснил мозги до подкипает немного конечно как должно быть я считаю ну чё вопрос я хотел бы что-то маленькую сказать если позволишь чего если позволишь историю маленькую рассказать или время уже у тебя ватсап писал тебе что как это самое я распознал этот символ но не сразу вот я помнишь прошел что за символы какой потом увидел тебя в этом а символ который значит в колон титулах тебя стоит на на x похоже на хромосомы или там днк вот я так и не нашел ответы что это увидел точно такой же в чате в одном чате мы с тобой там состоим войско обрадовался но чтобы попасть в это войско мне надо было сначала съездить в командировку в тобольск там засесть на карантине на больше чем на месяц обходить все музеи купить значит брелок со звездой славянской и только потом меня через там месяца три наверно привело в это войско а там этот красный флаг во всю стену висит с точно таким же символом представляешь нет ну теперь ты знаешь что это за символ ну звезда нет какая звезда я тебе говорю про тот символ который в колон титулах а этот нет я так и не прояснил ну найдешь потом это он в принципе широко известен кто знает тот поймет как говорится ну если я вопрос уже задал во вселенной значит ответ придет да лучше наверно вопрос это и есть проявление воли если ты даже мыслишь в мыслях задаешь любой вопрос ну там один-два раза с разных сторон формируешь разные вопросы на одну и ту же тему что за символ для чего он какой у него смысл где найти информацию по нему почему я он его использует почему эти его используют и вот эти все вопросы крутишь 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 рано или поздно тебе то есть ты это все это все озвучиваешь в эфир да не озвучиваешь а мысли посылаешь мысли образ соответственно как говорит вселенная она тебе потом это рано или поздно творец тебе даст через кого-то или через что-то через какие-то события даст ответ но я считаю что я не готов пока потому что специально искал и через картинки там в поисковике и всякой пока не нашел значит не готов воспринять еще надо подрасти ну и чего все все вопросы да вопрос это все да у меня вопрос так могу разместить для всех наш разговор добро обмещать благодарства здравия будь благодарю и и и Субтитры создавал DimaTorzok